Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня у нас 15 марта. И мы с вами посмотрим, что же происходит на нашем винограднике. Эта зима побаловала нас снегом. Снега было много, но, как видите, на части участка снег растаял практически полностью. Однако, с другой стороны, снега лежит еще достаточно много. Там тоже достаточно большой слой снега, хотя уже и проглядывают наши укрытия. Проверять под укрытием почки мы сейчас не будем. Всему свое время. Наступит подходящая погода, тогда снимем укрытие и посмотрим. Хотя я более чем уверена, что все прекрасно перезимовало. Вот на этом месте покажу. Укрытие наше лежит на дугах. Сверху абсолютно сухое, прекрасно проветривается, а вот край, который на земле, мокрый. Но если укрытие неплотно лежит на лозах, то никакой опасности выпривания нет. Как намокнет, так и просохнет. То есть просушивать нам ничего не надо. В этом плане мы ленивы и все делаем так, чтобы нам надо было как можно меньше совершать каких-либо действий. Тут у нас магнолия перед виноградом растет, даже несмотря на большие морозы этой зимой. И в этом году я первый раз ее не укрывала. И первый раз за почти 10 лет. Похоже, что она эту зиму пережила очень хорошо. В общем, у нас на участке еще вполне зима. И делать пока что ничего не нужно. Единственное, что если вы используете укрытие из натуральных природных материалов, например, папоротник, либо солома, то после полного расставания снега неплохо было бы проверить, что там происходит. Конкретно вот в этом месте мы раньше использовали папоротник, накрытый пленкой. И было так, что папоротник все же намокал и лозы несколько подпревали. Поэтому после полного схода снега проверьте, при необходимости проветрите. Единственное, что сделаете, это тогда, когда снег уже полностью сошел, чтобы не делать себе лишней работы. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свое мнение под видео. Нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!